Всем привет! Меня зовут Маша и я рада вас приветствовать на своем канале о вещах и секонд-хенда. Сегодня начну с курточки от популярного немецкого бренда Jack Wolf Skin темно-серого цвета в размере L. Длина у нее до колена. Скорее всего это зимняя курточка, но мне кажется на сильные морозы она не подойдет. Состояние у нее хорошее, стоило 1500 гривен и действовала скидка в 50%. Пальто от бренда Esprit светло-бежевого цвета с контрастным коралловым узором, подкладка в цвет. Оно на одной пуговичке, тоненькое, для весны или теплой осени, думаю, отлично подойдет. В составе 68% полиэстер и 32% льна. Стоило 289 гривен. Понравилась нестеганая курточка от шведского бренда, черного цвета, с большими карманами. Можно носить как с поясом, так и без. Капюшона нет, вариант для весны или начала осени. Состояние отличное, дефектов я не обнаружила. Стоило 500 гривен. Кардиган от полюбившегося мной австрийского бренда Giswine. Всегда очень интересные и качественные вещи. Данная нежно-голубого цвета, с более темной кромкой, с красивыми пуговицами. Состав натуральный, это 100% шерсть. Стоил он 330 гривен. Джинсовая курточка от итальянского бренда Diesel, очень необычная. Как будто двойная, с широкими рукавами, с подкатами. Сзади также очень интересно оформлена. Цвет будто вытерт в некоторых местах. Понравилась мне эта вещь, очень необычная, но цена на нее, как по мне, слишком завышена. Стоило 1600 гривен. Кардиган от бренда S-Max Mara. Это более бюджетная линейка основного бренда. Он темно-серого цвета, длины до колена, с двумя карманами. Очень тоненький, буквально полупрозрачный. Ткань очень приятная на ощупь. Бирки с составом нет, но по моим ощущениям, я думаю, что это шерсть мериноса. Стоил 350 гривен. Кардиган светлого цвета, с контрастными черными пуговицами, с четырьмя карманами. Очень он мне понравился. Вроде простая вещь, но смотрится отлично. Бирки с составом нет, стоил 370 гривен. Женский свитерок от бренда Tommy Hilfiger в размере XXL, своеобразным вырезом. Очень яркий, пушистый, довольно тоненький. На рукаве есть небольшой значок бренда. Состояние хорошее, бирки с составом нет, стоил 350 гривен. Свитер с мужского плеча от бренда Rover & Lakes в размере XL, приятного горчичного цвета. Очень мягенький, пушистый, в составе 100% кашемир. Состояние отличное, стоил 350 гривен. Яркий свитерок насыщенного зеленого цвета и 100% кашемира, очень приятный к телу, в отличном состоянии, стоил 420 гривен. Еще один свитерок из кашемира от немецкого бренда класса Luxe Madeleine, поправьте меня, если верно произнесла название бренда. Камера не передает сполна его цвет, он более насыщенного желтого цвета. Простая, спокойная вещь, но выглядит отлично и качество мне понравилось. Дефектов нет, состояние хорошее, стоил 370 гривен. Понравился мне свитерок, блузочка от бренда Kos, темно-синего цвета. Сзади спина и часть рукава из шелка, перед шерстяной, симпатично выглядит, отличный состав и хорошее состояние. Стоил 300 гривен. Еще один свитерок от бренда Tommy Hilfiger в размере M, своеобразным вырезом. Серо-синего цвета, слога на груди, в составе 56% шерсти и 44% хлопка. Состояние новой вещи стоил 300 гривен. Яркая юбка от бренда Banana Republic в 10 размере, понравилась мне будто плетеная текстура ткани, насыщенный цвет и отличное состояние. В составе хлопок, полиэстр и акрил, подкладка из полиэстера, стоила 280 гривен. Интересная находка, это юбка Dolce & Gabbana в 46 размере, простая, прямого кроя, черная юбка с небольшой бахромой по краю, с натуральным составом 98% вискозы и 2% эластана. И очень интересно мне, оригинальная эта вещь или нет, подскажите мне пожалуйста в комментариях. Шелковый платок яркого красного цвета с разнообразными цветами, бренд неизвестен, но качество мне понравилось, стоил 89 гривен. Плетеный ремень из натуральной кожи от бренда Banana Republic коричневого цвета, есть небольшие потертости, в целом состояние неплохое, стоил в весовом отделе 38 гривен. И еще один ремень от Banana Republic, также из натуральной кожи с тиснением под рептилию, пряжка выполнена в цвет, состояние у него хорошее, но маленький размер, стоил 43 гривны. Лоферы от бренда Clark, с вишневого цвета и с гладкой кожей, передняя часть выполнена с тиснением под кожу змеи, состояние близко к идеалу, стоили 260 гривен. Попались мне необычные мужские туфли от бренда Maserati, здесь сочетание кожи змеи и возможно кожи ската. Состояние, конечно, не очень, и модель не современная, но довольно необычно выглядят, стоили 180 гривен. Меховая сумочка небольшого размера от бренда Kadari, с короткими ручками, с какими-то перьями, довольно интересная, необычная вещь, но, конечно, явно с ней в магазин за картошкой не сходишь, стоило 100 гривен. И еще одна меховая сумочка-мешочек с вставками из кожи, небольшого размера и очень невместительная, стоила 160 гривен. Вот такие находки были у меня на этой неделе, надеюсь, вам что-нибудь понравилось из того, что я вам показала, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, будет очень интересно почитать. И также кое-что удалось мне купить. Первое, что я вам хочу сегодня показать, это черная жилетка от бренда Mark Spencer. Это размер S. Обычная черная жилетка, без ничего, но с довольно интересным составом. В составе здесь 90% шерсти мериноса и 10% шелка. Она в хорошем состоянии, дефектов ничего нет, но, конечно, как и все черные вещи, ее тяжело снимать, на ней очень много чего цепляется. А так, покупка я довольна. Следующая моя покупка, это яркая, необычная юбочка от британского бренда Bodden. Довольно интересный бренд, уже не первый раз он мне встречается в секонд-хенде. Есть несколько вещей у меня от этого бренда. Неплохой, качественный бренд. Это юбка шерстяная. Здесь в составе 80% шерсти и 20% нейлона. Подкладка здесь не менее яркая, чем сама юбочка. Сзади есть два таких кармашка обманки. Интересная структура ткани, как будто мешковина. Симпатично выглядит. Следующая покупка, это кошелечек от бренда Roots. Это канадский бренд. Он из натуральной кожи. Похоже, что он новый, хотя, когда я его, конечно, первый раз увидела, мне показалось, что это он вытертый, но нет. Это он такой есть, такой расцветки. Внутри он абсолютно такого же цвета. Видно, что он новый. Здесь есть вот наклеечка такая, там кусочек какой-то бирочки есть. Внутри сочетание серого цвета и такого же какого-то фиолетового. Здесь есть небольшой залом, который уже очевидно, что приобрел он в магазине. Но я надеюсь, что мне удастся с этим справиться и немножко его разгладить. Также интересный кошелек, покупкой довольна. И последняя моя покупка на сегодня. Это сумочка от британского бренда Clements Ribeiro. Черного цвета. Она из натуральной кожи. Сумочка, мешочек у нее такая форма. Она просто черная, впереди немного оформлена таким узором. Сзади просто без ничего, без кармашков, без ничего. Простая такая, лаконичная, но с довольно-таки интересной ручкой. Оформлена в виде бантика. Симпатичная и очень мило смотрится. Довольно неплохого качества и в хорошем состоянии. Каких-то явных таких дефектов я нигде не обнаружила. Никаких потертостей. Состояние неплохое. Внутри одно отделение. И пара кармашков есть. Натуральная кожа, подкладка, полиэстер. Вот такие покупки были у меня на этой неделе. Далее покажу вам, как они выглядят постиранными, поглаженными и приведенными в порядок. Также приглашаю вас в мой магазинчик в инстаграм. Ссылка будет в описании. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые покупки и новые находки. Субтитры сделал DimaTorzok